22 октября 1844 год. Этот день остался в истории. Когда мы читаем сегодня исторические различные материалы по поводу того, что же произошло, или что должно было произойти в это время, сегодня становится интересным тот факт, что молодой человек, который был воспитан в многодетной семье, он был 16-м, вернее, старшим из 16 детей, которые были в семействе. Его родители не могли ему дать должного образования, потому что детей было много. Но когда мы говорим об Уильяме Миллере, всегда этот человек отличался честностью, скрупулезностью. Не всегда он был верующим, несмотря на то, что его дедушка и его дядя были пасторами. Но и в его жизни произошел момент, когда он принимает Иисуса Христа и заключает завет с Ним. Он крестится в баптистской церкви, он увлекается пророчествами. И когда мы читаем об истории с 1831 года, он проповедует в этой церкви своего дяди и рассказывает об интересной истине. Истина заключается в том, что Иисус Христос, Спаситель, которого так все ожидают в этом мире, придет именно в это время. 22 октября 1844 год. Но с 1931 года эта весть словно снежный ком обволакивает всех. В то время не только в Соединенных Штатах, но и в других континентах, на других территориях люди исследовали Священное Писание. Им было интересно, о чем же говорит Миллер. Деяние, или книга Данила, 8 глава. 8 глава, я читаю 14 текст. «И сказал мне на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Все ждали пришествия Иисуса Христа. И даже слова, которые были здесь, написаны в книге пророка, были связаны с этим великим событием, потому что речь идет о служении Иисуса. И когда мы читаем эти проповеди, говорят, что Миллер, он отличался своей неподдельной верой. Говорят, что этот человек был очень искренним. И когда он в одной церкви это рассказал, его начали приглашать в другие церкви, где он распространял весть о втором пришествии Иисуса Христа. Да, еще не было церкви христиан-адвентистов седьмого дня, но движение ожидающих уже было. Это были люди, которые ожидали Бога и уповали на это событие. Но история говорит о том, что здесь произошло самое большое, самое великое разочарование, которое могло произойти. Потому что люди, которые надеялись и верили, что вот придет Мессия, этой осенью закрывались магазины, этой осенью люди не собирали урожая, этой осенью во всех миллеритских церквях совершалось служение. Все люди были на богослужениях и целый день находились в этом духовном общении. Они были уверены, что Христос явится. Христос придет на эту землю. И представьте разочарование, когда Иисус Христос не пришел. Представьте разочарование, когда уже полночь, уже 23 октября, а Христа нету. Нету этого великого события. Смотрите, что говорит один из очевидцев, Хайрам Эдсон. «Самые высокие надежды и чаяния рухнули, и мы заплакали. Никогда в жизни я так не плакал. Мы плакали, и плакали до самого рассвета». Люди были в отчаянии. Потому что то, на что они уповали, во что верили, рухнуло. Казалось бы, нету истины, нету правды. И когда мы изучаем историю, то мы видим, что даже здесь, в этот момент, вот это верующее общество словно разделилось. Одни разуверились, усомнились вообще в Боге, в Библии. Но другие более ревностно начали изучать Священное Писание. Другие даже и в мыслях себе не допускали, что Библия – это книга, которой нельзя доверять. Они продолжали исследовать Библию. И когда мы читаем Священное Писание, мы опять читаем эти слова. «2300 вечеров и утр. И святилище очистится». Елена Вайт писала обречении ошибки Уильяма Миллера и его сподвижников. Смотрите, что она говорит. «Миллер и его единоверцы полагали, что очищение святилища по окончании 2300 дней или лет, как о том написано в книге пророка Даниила, означает очищение нашей земли посредством огня. Земля будет очищена после Второго пришествия Христа, которое, как они ожидали, должно было произойти в 1844 году. Потому что в это время оканчивался этот самый длинный пророческий период – 2300 лет. Однако после разочарования искренно верующие принялись за более тщательное исследование священных писаний. С молитвой и со всей серьезностью, и, наконец, после времени недоумения, свет излился в полной мере. Тогда их сомнения и неуверенность рассеялись. Теперь стало ясно, что пророчество указывает на заключительную работу небесного первосвященника Иисуса Христа в небесном святилище. Было также обращено внимание на тексты, ясно говорящее о существовании небесного святилища, как об этом написано в послании к евреям и в Откровении. Мы помним, о чем говорит Священное Писание. Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, это в послании к евреям сказано, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть действователь святилища Искинии Истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. 2 место. Сегодня мы понимаем, что слова, которые оставлены Лукой в книге «Деяния», действительно имеют великую ценность и силу. Книга «Деяний», первая глава, и я читаю шестой и седьмой текст. «Посему они, сошедшись, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Людям всегда интересно знать конкретные вехи, конкретные даты, конкретные сроки, но когда речь идет о втором пришествии Иисуса Христа, Христос четко и ясно говорит. Может быть, в нашем переводе это покажется несколько грубовато, потому что даже в обыденной жизни, когда мы чем-то интересуемся, о чем-то спрашиваем, и нам отвечают, «Не твое дело». Несколько неприятно, не так ли? Как это? Мы же хотим по чистоте своей души, мы же хотим помочь, может быть, в какой-то участии наше. Но Иисус Христос авторитетно, конкретно и ясно здесь говорит, «Не ваше дело знать времена или сроки». Но несмотря на это, каждый год мы видим и слышим все новые цифры, новые даты, когда же придет этот день. Кто-то называет это концом света, кто-то говорит о пришествии Иисуса Христа. Интересным является и тот факт, что даже среди протестантских движений тоже было довольно много дат и мнений относительно того, когда же придет Иисус Христос. К примеру, когда не произошло это событие 22 октября 1944 года, Джозеф Бейтс погрузился в глубокое раздумье. «Быть может, по днем искупления надо понимать год искупления», – думал он. И пришел к тому, что это через год произойдет, в 1845 году. И с точки зрения Бейтса все выглядело, казалось бы, правильно. И те люди, которые жили в его время, доверялись. Но прошел этот год, и времени больше не стало, и все понимали, что эта дата неправильная. Но правда Джозефа Бейтса это не остановило. И говорят, что он обратил внимание на то, что когда первосвященник в день искупления входит во святое святых, он семь раз кропит кровью перед ковчегом. И сразу этот человек, ага, семь раз кропит кровью, значит, надо ждать еще семь лет. Таким образом вышли на 1851 год. И 1851 год пришел. Было пришествие? Не было. Но было над чем подумать. И эти ранние адвентисты представляли себя новым Израилем. Но когда они представляли себя новым Израилем, то здесь появилась еще одна идея. Сколько лет путешествовал Израиль в египетской земле? В этих пустынях? 40 лет. И кто-то предложил, значит, 40 лет, это вот это путешествие, странствие, значит, в 1884 году все. Точно это тот день и тот год, когда Иисус придет во славе. Но это время пришло и ушло, и не было явленного пришествия. Однако в 1884 году была уже опубликована «Великая борьба» Елены Вайт. В ней она писала, что причина, по которой Господь откладывает свое пришествие, кроется в том, что люди не ценят доверенную им весь должным образом. Итак, если задержка обусловлена нашим поведением, если мы виновны в том, что Иисус Христос не приходит, адвентистская церковь стала так оживать. И когда вы читаете все события, начиная с 1844 года, начинается такое духовное, я сказал бы, большое и общение, начинается такая эпоха, когда активно церковь занимается служением. В 1884 году среди адвентистов седьмого дня началось Великое Евангельское возрождение, как говорят историки. Однако в сентябре 1991 года Елена Вайт так отозвалась о всех тех настроениях, которые были. «Мы не должны лихорадочно интересоваться точным временем пришествия. Никто не сможет предсказать, когда оно наступит. Вы не сможете сказать, что он придет через один, два года или пять лет, равно как не сможете отодвинуть его пришествие, заявив, что его не будет в течение десяти или двадцати лет». Время идет дальше. Елена Вайт говорит, «И было ко мне слово Господне. Это не истина, но поведет чуждыми тропами, и некоторых это смутит и перестанут верить». Итак, взглянув на эти жалкие попытки установить точную дату второго пришествия, разумно было бы спросить, почему у людей возникает соблазн заняться такими подсчетами? «Почему?» спрашивает она. «Потому что этот самый, это самый эффективный способ расшевелить их». Если вы не верите, что Иисус придет в следующий четверг, изменится ли ваша жизнь сегодня? Ну, конечно, изменится. Однако, что будет, когда четверг пройдет? Елена Вайт считает, что происходят две вещи. Человек приходит в недоумение и становится циником. Он начинает говорить примерно так. «Вижу, что, пользуясь Библией, вы можете доказать, что хотите, и, быть может, все, чему мы верим». Недоумение и синизм – вот цена, которую приходится платить за недолгий период эйфории и энтузиазма. А когда все это проходит, человек оказывается в еще худшем состоянии. Начинается в 1918 году, Первая мировая война. Начинаются военные действия в районе долины Мегида. И когда мы читаем книгу «Откровение», мы сразу вспоминаем Армагеддон. Мы сразу видим эту великую последнюю битву. И верующие того времени, не все, конечно, но были те, которые заявили, вот, вот это точно последнее время, скоро придет Иисус Христос. Но этого не произошло. В 1928 году, во время одной из молитвенных недель, которая проходила в Миссионерском колледже, один из пасторов сказал, что в 1928 году Иисус Христос придет. Можно продолжать все эти даты. Церковь никогда не устанавливала сроков, не устанавливала дат. Но были отдельные личности, были отдельные люди, которые желали этого, которые своими расчетами руководствовались и указывали, когда будет Второе пришествие Иисуса Христа. К примеру, автор книги, которую вы можете посмотреть, Джон Паулин, рассказывает о своем опыте. Его опыт заключается в том, что в свое время, рассказывает он, он пережил, когда проповедник или один из проповедников его времени всех предупреждал и говорил, что Иисус придет в 1964 году. Потому что у него логика была какова. В 1844 год он добавлял еще 120 лет. Знаете, почему 120 лет? История связана с Ноем. 120 лет сюда добавил, и все выходят на 1964 год. И автор этой книги, Джон Паулин, говорит, я был в числе тех, кто ожидал будет эта дата такой знаменательной или же все-таки нет. Мы знаем, что не произошло этого события. Но в этой книге Паулин рассказывает историю, которая ходила в те времена, в предшествии 1964 года. Эта история описана в разных книгах, описана по-разному, но суть одна. Едут служители, едут люди, которые разделяют эту весть и ждут 1964 года. И вот кто-то голосует, они понимают, что этого человека надо подвезти, они останавливаются, они берут его на задние сидения, и этот человек говорит, друзья, вы думаете, что вот в это время придет Иисус? Нет, вы глубоко ошибаетесь. И так как эта тема была самой такой животрепещущей, эти люди сразу оборачиваются, чтобы пообщаться, но они услышали только голос. Это событие произойдет гораздо раньше. И когда они обернулись, они никого больше не увидели. Речь идет о следующем. Речь идет о том, что когда человек назначает конкретную дату, о чем говорит Леновай, что человек может расслабиться, если сегодня нам скажут, что пришествие Иисуса Христа будет в 2016 году. каково? Можно еще расслабиться, пожить еще можно. А вот в 2016 году, тем более, когда речь идет о конкретном дне, вот ближе к этой дате, мы уже и в порядок приведем свою личную жизнь, тогда все будет благополучно, нормально, вот тогда мы и придем ко Христу. Вот тогда мы покаемся, вот тогда мы помолимся, а сейчас можно еще пожить в свое удовольствие. вот этот попутчик, которого многие авторы называют ангелом, он заострил внимание на самой важной истине. Пришествие для меня лично может и раньше произойти, я не знаю, что со мной будет завтра, послезавтра, и если я зацикливаюсь на какой-то дате, я таким образом могу идти против воли Божьей. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, Иисус рассказывает, какие будут признаки, Иисус рассказывает все, что будет происходить в последнее время. И вот в Матфея в 24-й главе в 42-м тексте он говорит, «Итак, успокойтесь, расслабьтесь, потом я скажу вам день, скажу вам год, вот тогда будете готовиться и встречать меня». Как говорит Иисус? Итак, бодрствуйте, находитесь в этой активной фазе своей веры, бодрствуйте, молитесь, исследуйте Писание, бодрствуйте, не будьте равнодушны к тому, что происходит в вашей личной повседневной жизни, бодрствуйте, говорит. Почему? Потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Лучше нам, когда мы знаем, или хуже. Мы можем по-разному оценивать, мы можем разыгрывать разные ситуации, но Господь Бог, который является моим творцом и моим создателем, знает, что мне лучше не знать. и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Пусть Господь поможет нам понимать это. Пусть Господь поможет нам понимать эти слова, которые мы читаем в Даниила, потому что там тоже раскрывается очень важная истина, истина, которая касается моего спасения. Почему все исследовали Даниила, Откровение? Почему и сегодня эта книга или эти книги являются такими насущными? Потому что речь идет о последнем времени. Речь идет о том времени, который будет перед пришествием Иисуса Христа. 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Очищение святилища. Давайте мы немножко вспомним из библейской истории, что такое святилище, что в нем происходило, насколько это важно сегодня для меня. Потому что, начиная с Эдема, когда мы видим, что на землю приходит грех, начиная с Эдема, когда мы видим, что путем обмана сатана завладевает умом человека, происходит разделение между Богом и человеком. Происходит разделение между мной, человеком и тем Творцом, который является моим Создателем. И Священное Писание говорит, что Господь Бог со Своей стороны предпринимает конкретные попытки, чтобы этот человек в конечном итоге был спасен. Чтобы вместо слова разделение можно было ответить на слова молитвы Иисуса Христа. О чем молился Иисус? Да будут они едино. Как мы едино, так и они да будут едино. Речь идет и о единстве в братстве, в церкви, речь идет и о единстве с Богом. Но что необходимо было сотворить, чтобы достичь этого единства? Священное Писание показывает важный принцип возмездия за грех смерть. И когда Адам и Ева согрешают, Бог их одевает. И одевает их вместо вот этих листьев, которые они уже сорвали и казалось бы приоделись, закрыли свою ноготу, но Бог посмотрел и говорит, нет, эта одежда не годится для вас, потому что я хочу искупить вас для вечной жизни. Эта одежда не годится для вас, потому что без пролития крови не бывает прощения. И именно здесь, когда мы читаем Патриархи пророки, когда мы читаем, что пишет Ирина Вайт, Бог совершает первую жертву. И одежды кожаные одевает Адаму и Еве. Именно здесь мы можем видеть ту жертву, которая указывала на примирение. Именно здесь начало жертвоприношения, о котором мы так много читаем в Священном Писании, потому что Бог желает примириться с человеком и со своей стороны делает все возможное, чтобы мы могли осознать и очиститься 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Но должна очиститься и жизнь, и душа каждого из нас от грехов наших. Когда мы читаем повествование Библии, то мы видим, что не только здесь, в книге Бытие, Бог приносит эту жертву, мы читаем повествование о Аине и Каине. Два брата, они приносят жертвоприношение, они приходят пред Бога и совершают эти дары. И какая жертва или какой дар был принят Господом Богом? Авеля, да, человека, который понимал, что для того, чтобы наладить отношения с Богом, для того, чтобы быть в единстве с Ним, необходимо осознать свою вину, необходимо просить о прощении и чтобы была пролита кровь Агнца, того Агнца, который уже здесь указывал на совершенную жертву. Дальше, когда мы читаем историю, мы можем вспомнить иное, потому что после этой истории спасения, когда Господь спасает восемь душ, первое, что делают эти люди, они обращаются к Богу и благодарят Его. И это, опять же, жертва благодарности и жертва надежды, потому что они понимают, что принося в жертву ягненка, это надежда на то, что придет тот день, когда агнец мира пострадает за человека. Когда мы читаем дальше историю, мы видим, что когда была скиния, и Бог сказал народу Божьему, для чего Он устроил эту скинию. С одной стороны, чтобы обитать, как мы читаем, с ними, это как бы жилище для Бога, но когда мы читаем, что человек грешен, а Бог святой, мы видим некую проблему. Как быть? Бог обитает с Божьим народом, но этот Бог святой, а человек, люди, они грешны по своей природе. Бог говорит, не надо довольствоваться и смиряться с этим положением, необходимо уповать на Иисуса Христа, и всякий раз, когда человек приходил пред Богом с овечкой, он исповедовал свой грех над этим животным, он просил у Бога прощения, потому что понимал, что кровь этого животного очистит его, и потом кровь этого животного вносилась и во святое, во святое святых, но в конечном результате, о чем говорит Даниил, святилище должно очиститься, потому что один раз в год был праздник Йом-Кипур, когда все понимали, что в этот день святое святых очищается от грехов наших. И книга Даниила, она действительно очень глубокая, она глубокая в том смысле, что и сегодня нам интересно, как Бог поступает с нашими грехами. Сегодня мы живем в то время, когда нам известны слова Иоанна, Иоанна Претечи Иисуса. Когда он увидел Иисуса, что он сказал? Вот Агнец Божий, который возьмет на себя грех всего мира. Иисус Христос это тот Агнец, который возьмет на себя и мой грех. И если в ветхозаветние времена человек приходил с этим ягненком, и потом мы знали, что кровью этого ягненка кропилась завеса, и символически этот грех через кровь входил во святое святых, то как обстоит дело с моей кровью, с моим Агнцем? Апостол Павел в послании к евреям много времени этому посвящает, и он показывает, что сейчас уже есть кровь Агнца, и Иисус Христос как первосвященник может совершать служение, но не в земном храме, не в земной скинии, а где? В небесном храме. И когда мы читаем книгу Откровения, то мы видим очень много параллелей, когда Иоанн описывает, что он видит и где он находится. И если мы читаем все эти параллели и озеро, и Семисвечник, и Христос, где он ходит, мы видим вот этот небесный храм, который представлен, представлен Иоанну. Мы видим, что Иисус Христос совершает ходатайственное служение в небесном святилище. И апостол Павел об этом и говорит. И когда речь идет о том, что очистится, очистится не земля. Самое важное для меня, как для того человека, который во времена Ветхого Завета прислушивался, ага, священник во святом святых, он ходит еще там или нет? Мы знаем, что одежды были специальные, колокольчики были на одежде. И если священник, который один раз в год входил в это святой святых ходил, то все слышали звон. Значит, идет служение. Значит, Господь принимает это служение. Значит, Господь прощает мои грехи. И люди молились об этом. Почему весть Даниила важна для меня сегодня? Потому что я тоже должен понимать, что за мои грехи идет служение. Идет служение в небесном святилище. Священное Писание показывает, что земное это некий прообраз или, другими словами, некая модель всего того, что происходит в небесном святилище. И для того, чтобы Господь очистил себе народ особенный, народ ревностный, для того, чтобы Господь очистил себе людей, которые будут достойны находиться в вечности в Новом Иерусалиме, мы приходим сегодня к Богу. Мы просим, чтобы Он просил наши согрешения благодаря Его пролитой крови. Мы понимаем, что Иисус Христос совершает служение сегодня в святилище. В ранних произведениях Елены Вайт в 1845 году она видела это видение. То есть сразу после этого великого разочарования мы видим, что Елена Вайт и многие его сподвижники начали исследовать, начали верить и с этого момента начинается исследование всех этих мест. Вы смотрите, что она говорит. Она сообщает в своем видении, это раннее произведение, страница 55, и она сообщает, что видела, как отец поднялся с престола и в пламенной колеснице направился во святое святых за завесу и там воссел. Это вторая как бы фаза суда, когда суд совершается уже в небесном святилище, когда речь идет о фазе служения Иисуса Христа. И читая это послание или эту весть, мы понимаем, насколько это важно понимать мне. Потому что начиная от Адама и заканчивая жителями нашего времени, идет, как мы говорим, очищение грехов наших. Но если сегодня я свой грех не исповедал пред Богом, он очистит его или нет? Почему сказано, что настанет момент, когда служение прекратится и тогда праведный пусть оправдывается, а нечестивый что сможет сделать? Он останется своей нечистотой, потому что служение прекратится, он не сможет очиститься. Пусть Господь поможет осознать каждому из нас, что для Бога очень важно, дабы каждый из нас ревностно с осознанием мог обратиться к Нему и просить о себе, просить о прощении, просить, чтобы Господь очистил меня, очистил меня от всякой скверны, чтобы я мог быть уверен, что моя молитва, мое прошение, оно совершается в этом небесном святилище. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы, несмотря на все эти попытки, на все эти даты, которые были, есть, может быть, еще будут, мы помнили, о чем говорит Иисус. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Господь ваш. Бодрствуйте. Что мы вкладываем в это слово? Как сегодня я могу бодрствовать? в молитве, в служении, в посвящении. Пусть Господь поможет нам увидеть вот в этом выражении действенную веру. Итак, это обращение не просто вот так огульно, но это обращение каждому верующему. И сегодня я хотел бы, чтобы эти слова каждый из нас прочитал для себя. Господь ко мне обращается. Итак, дорогой брат, итак, дорогая моя дочь, дорогой мой сын, бодрствуй, потому что не знаешь, в который час я приду. Пусть Господь поможет каждому из нас понимать, что Бог переживает, как любящий отец, Он переживает о нашей участи, как этот отец из притчи о блудном сыне, Он переживает, а что же с моим сыном, где он находится, о чем он думает, что он делает, успеет ли он прийти. Очень много случаев, когда дети раскаиваются в своих поступках, и они приходят к родителю, но приходят не в дом, приходят на кладбище. Мы знаем, что Господь Он всегда жив, Он живет, но Он желает, чтобы мы пришли к Нему, пока есть еще эта возможность очиститься, пока идет это служение в небесном святилище, чтобы каждый из нас мог быть с Богом не только здесь, не только в этой жизни, когда нам кажется, что Господь благословляет нас все нормально и хорошо, но Господь желает и вечность каждого из нас взять с собой. Об этом будем молиться, об этом будем переживать, потому что для Бога это самое важное, чтобы моя жизнь была очищена, чтобы мои поступки, мои слова, чтобы я мог очиститься, но без Иисуса Христа, без Его крови, без того служения, которое Он совершает для моего спасения, этого не произойдет. И я это должен понимать. Поэтому истина Освятилища является довольно важной для нашего принятия, потому что эта истина касается моего спасения, эта истина касается моей вечной участи. Пусть Господь поможет каждому из нас в тишине, в молитве обратиться к Нему. Пусть Господь поможет нам пообщаться с нашим Господом и попросить мудрости, как, живя в нынешнем веке греха, веке разврата, бодрствовать. Пусть Господь поможет осознать это выражение. Я приглашаю к молитвам, чтобы мы могли в тишине, наедине с Богом пообщаться с Ним, чтобы мы могли в тишине, наедине с тем Отцом, который является Творцом нашим и Спасителем пообщаться и попросить прощения, пообщаться и попросить, чтобы Он очистил, пообщаться и попросить, чтобы Он удостоил нас этой великой чести быть вместе с Ним. В тишине, в своих личных молитвах будем общаться с нашим Господом Иисусом Христом. Иисусом Наш Господь, мы к Тебе обращаемся в молитве и прошении нашим. Мы, Господи, просим, чтобы наша вера не ослабевала. Мы, Господи, молим, чтобы всецело и полностью мы могли надеяться на Тебя. Мы, Господи, молим, чтобы каждого из нас Ты просил и очистил. Ты видишь согрешение наше, но Ты видишь также и желание, желание этой встречи с Тобою. Мы хотим, чтобы это желание было неподдельным, не искусственным, потому что мы действительно хотим, чтобы Ты пришел на эту землю, чтобы взять нас к себе. Господи, мы хотим, чтобы Ты оградил нас от различных дат, от различных, Господи, исторических аргументов, но чтобы каждый из нас мог ревностно, в чистоте сердца обращаться к Тебе. Мы, Господи, молим и просим, чтобы молитву каждого из нас Ты услышал и очистил от всех грехов наших. Мы просим, чтобы каждый из нас мог возрадоваться, когда Ты явишься во славе. Прибудь с нами. Прибудь, Господи, в том ожидании, которое есть в сознании нашем. Мы желаем, чтобы Ты вернулся сюда, как Ты и обещал. Но мы молим и просим, чтобы к этому событию Ты Духом Святым и приготовил нас. Благослови. Мы нуждаемся во влиянии Твоем. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты руководил и жизнью, и поступками, и словами нашими. Мы нуждаемся, чтобы Ты изменял каждого из нас. Каждый из нас по-своему несовершенен. Но мы все дети Твои. Полагаемся на милость Твою. Полагаемся, Господи, на любовь Твою. И просим, перебудь с Твоими детьми во имя Иисуса Христа молитва к Тебе. Аминь.